Следователи по особо важным делам проводят проверку Боровического школьного скандала. Поводом стала публикация в социальных сетях серии снимков, на которых запечатлены нежные отношения завучей местной школы и десятиклассницы. Одну из фотографий вовсе отнесли в разряд интимных. Впрочем, в самих Боровичах эту историю многие считают фейком. Алена Сувтина побывала в той самой школе, где одна из участниц скандала учится, а другая работает. И сегодня ночь была, вот вы не представляете, Варфоломейская. Бесконечный поток звонков от обеспокоенных родителей принимает лично директор школы. 638 семей нынешних учеников во главе с педагогическим составом находятся, мягко говоря, в шоке. Мне вчера утром около 10 часов позвонила одна из родителей, которая уже видела эту фотографию и была очень обеспокоена этой ситуацией. Хотела со мной встретиться. Встреча эта произошла. И вот она мне показала ту фотографию, из-за которой, в принципе, и все сегодня в шоковом пребывают состоянии. Вот те самые фотографии, которые вызвали бурю эмоций в маленьком городе. Здесь без преувеличения все друг друга знают. На фото интимного характера боровичане узнают и десятиклассницу, и зауча. Позиция администрации района однозначная. Состоялся разговор с директором школы, состоялся разговор с представителем комитета образования и молодежной политики. Как бы наше мнение было единодушно, что это чья-то очень плохая шутка, причем человека, который, наверное, не до конца отдавал себе отчет в том, что он делает. Пока в городе кипят страсти, коридоры и кабинеты одной из лучших школ боровичей пусты. Дети на каникулах проверку на месте проводят сотрудники регионального следственного комитета. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. И также выясняется достоверность изложенной информации. В случае, если данная информация подтвердится, будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела. По результатам проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Заявления о переводе детей в другие учебные заведения города к директору пока не поступали. Кадровых решений тоже не принималось. В понедельник Ирина Сергеевна приступит к работе? У меня нет оснований, хотя требуют там некоторые родители. И на сегодняшний день у меня нет оснований не допускать ее до работы. Завуч Ирина И. работает в этой школе с 2011 года. И, по словам директора, делает все для благополучия своих учеников. Живой уголок с золотыми рыбками и попугайчиками, библиотека в коридоре. И даже вот эти кружки в кабинете психолога с надписью «Счастье, когда мы вместе» покупала лично завуч по воспитательной работе. К слову, школьный психолог девочке, оказавшейся в такой ситуации, скорее всего понадобится. И в этом кабинете ее уже ждут. Я разговаривала и с девочкой, разговаривала и с родителями. Но держатся все. И родители поддерживают девочку. Это в первую очередь понятно, да? Но они поддерживают также и педагога. Родители уверены в том, что это фотошоп. И это очень тщательно, видимо, такая вот работа проделана. Но мне кажется, что тот, кто это сделал, даже не думал о тех последствиях мощных, которые вернутся. Как нам стало известно, участники скандала уже написали заявление в полицию. Причина в официальной формулировке – распространение данных, порочащих честь и достоинство. Бумага передана в Следственный комитет. Сама зауч общаться с журналистами отказывается. Арина Сергеевна сама не хочет с нами пообщаться? Ну, то есть сама себя. Вы знаете, вот, ну, позиция какая? Ну, я предлагала, я говорила. Она сказала, что, знаете, мне защищаться не в чем. Есть и люди, которые, ну вот, которые меня знают и которые могут за меня постоять. Из желающих постоять за зауча на камеру выстроилась целая очередь. Бывшие ученики, родители ее уже учеников. Все как один говорили исключительно о положительных качествах педагога. Дети ее всегда слушаются. Они вот как перемена, вот, они все к ней бегут. Прямо в кабинет. У нее кабинет, так кабинет. Они все, они считают, что я вот они, не знаю даже, но мне кажется, они ей больше говорят, чем даже своим родителям дома. И она больше знает обо всех, кто и как живет. Хороший работодатель, отзывчивый. Всегда поможет, если надо, в чем-то. Мое мнение, что этого не может быть. Вот сколько я ее знаю, не было такого даже вообще. В коридорах школы все чаще выдвигается версия о чьей-то месте. Тем временем, уже через несколько часов после резонансных публикаций в соцсетях, их аккаунты ВКонтакте и Инстаграм были удалены. Однако, как сообщают наши коллеги из издания Новгород.ру, в кэшах поисковых систем остались страницы, где видно, что одна из совместных фотографий была загружена еще 9 февраля. Уже в понедельник 2 апреля в 11-й школе в Боровичах закончатся каникулы и сюда вернутся дети. Педагоги надеются, что к этому моменту следствие уже сделает первые выводы и будет понятно, как вести учебный процесс дальше. Из Боровичей Алена Сувтина, Савва Ушаков, Новости, Новгородское областное телевидение.